Ивенту и будут удивлять. Карта ДАС-2 это та арена, с которой мы начинаем. Дальше у нас будет Эншент и закрывать все это дело будет Мираж. Да, интересное противостояние. Ну и кстати, то о чем опять-таки же мы говорили. Кричалки. Глэйвит уже впервые, наверное, проорал что-то своему сопернику. Ну и посмотрим, поможет это или нет. GDC выпад зигзага. Ну и первый фраг в рамках нашего лан-финала оформлен. Лапекс погибает и Биэйджи у Манакадами остаются вчетвером. Да, довольно активно действуют ребята через мид. Есть два набора, два смока, две флешки на руках. Пошел смок на КТ. Начинается выход Сью здесь через ворота. Просматривает выход на мид и делает два. Уже минуса три. Отличная работа от него. Остается последний у нас Глэйвит. Он падает без шансов. И обратите внимание на эмоции команды Мауз. И они здесь прямо взрываются в этом пистолетном раунде. И, собственно, его забирают к себе в актив. Да, бурное начало. И действительно, первый полноценный хайлайт мы точно получили. Окей, что будет дальше? Давайте смотреть. Биэйджи однозначно должны форсировать события. Будут покупать пистолеты и арморы. Ну и пытаться как-то все это дело перевернуть уже во втором раунде. Первой карты первой половины. Кстати, по поводу карты Ancient. Выбор от Биэйджи у Манакадами. Но есть один маленький момент. Эту карту Маузен XT играют. Играют довольно-таки неплохо. Я вот не совсем расслышал. В аналитике упомянули, что именно Маузен XT обыграли команду Дяди Мити на Ancient. Тем временем выход на базу Б. Глэйв забрал Жейна. Джей Ди Си на размене. Ситуация 4 в 4. Но опять-таки же скорости поутихли в этом раунде. Тут немножко рассинхронно Биэджи в действиях. Один игрок соло пушил базу Б. Это Глэйв. Ну а остальные, как мы видим, заходят уже на Аплэнд. Бомба только сейчас двигается через Зик. И это может быть проблемой. Нигзи с бомбой прямо сейчас может погибнуть. Так и если он погибает, приходит на размен. Прайм Тапс делает минус. Бомбу все-таки забирают ребята на руки. И возможно поставят. Но это было бы неплохо, учитывая то, что это форсбай. Задача минимум выполнена. Два минуса. Установленная бомба. Хорошая позиция Атаквы. Спрятался в смоке. Собственно его не проверили. И в итоге 2 в 3. 2 в 3. Торже и Сьюхи. Убойная парочка. Эти парни могут. Одного забрали. Сьюхи один против двоих. Четко понимают, где находятся его оппоненты. Выпад сразу двоих игроков B.I.G. И вот он ответ на форсбайзе. И эмоции молодых бегов. Ой, слушай, мне уже нравится это начало. Эмоции зашкаливают. Это очень круто. Это говорит о том, что у нас будет открытый и боевой контр-страйк. Сначала берет команда Маус Спорс. Довольно уверенно пистолетный. Орет просто. Разрывается тренер. Там скачет. Отбивает пятюни. Теперь уже происходит то же самое. Только с точностью наоборот со стороны команды B.I.G. Ну и вот они лица игроков Маус на ваших экранах. Внизу в данном случае. Ну а сверху, собственно, как вы могли видеть B.I.G. Ну и теперь уже форсированная закупка в ответ от Маус NXT. Да, посмотрим, чем это закончится. Ну, скаута не хватает. Ага, у нас... Да, TeamSpeak. Одно. Одно, один. Одно. 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 Они в остальном. Одноurn. Одно. Одно. Я вам дожила. Однорко. Однорко. Я думаю, они сделают динамитет Поехали, я думаю, они сделают динамитет Поехали, у нас есть У вас есть нанеси? Нет, я не знаю Мы должны все вместе вместе ТТ и дешево Я думаю, что они ждут Они ждут много времени Они могут вернуться к ТСПП Ничего не в мидл Я проверю, мидл Ничего не в мидл Я hiding Смок, только один Набор 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 Тут просто чайка залетает Я не знаю И отметим хорошие хэдшоты От JDC Это было очень эффектно Два минуса Оставил также красным оппонента Но По моему субъективному мнению Немножечко поторопились ребята Вроде как идея была неплохая Сразу ворваться сделать Какие-то ключевые минуса Но Опять же как мы видели Команда Бейджи Была к этому готова Ну и вот он Аква Ну на самом деле скажу так Решение было хорошее Они четко понимали что игрок Третий игрок Находится в центре И попытка была ворваться На двоих игроков команды Бейджи Команакадами Но вот врыв хромает И собственно С этим врывом Беги справились Без каких-либо проблем Интересно что параллельно Играют и старшие Бейджи Выступают достаточно успешно И молодые По моему вдохновились Своими старшаками И постараются Точно так же уверенно Играть против Мауза NXT будучи даже Аутсайдером В этом противостоянии Так там У Лапекса что-то с наушниками Такое ощущение Не знаю Но я думаю что мы очень быстро Пофиксим И вернемся уже в игру Маузов не самый приятный старт Скажем так Но опять же Это только начало И у нас пока только 3 раунда позади Дальше Больше Ну и напоминаю вам друзья Что это LAN финал WePlay Academy League Сегодня будет два противостояния В формате Best of 3 И мы наблюдаем С вами За первым противостоянием Напомню что Мауза пикнули Карту Dust 2 BiG ответили Ancient Ну и сейчас мы видим уже BiG выходят на лонг Тут пошел Ушот Маузо Пытается Загнать Прайм Тапса Ну и приобретает себе Трофейный АК-47 Парни из Мауза NXT Ну Глядя на экономику Однозначно это оружие Пригодится Маузам Так что С большой вероятностью Мы увидим попытку Сохранения АК Ну вот Уже отправился Аква И попытается Выбить Трофейное оружие Из рук Своих оппонентов Аква подпушивает Дальше Лоуэр Находит Находят Еще одного Дальше в фокусе Пытается идти Но здесь его ждет Сьюз Трофейный АК-47 Который было бы неплохо Засейвить Также Еще жив Сертион Который может поискать Тоже Девайс Бомба Точно взорвется Бейджи заберут Третий Раунд Так Сертиона походу Находят Да Не дадут ему подобрать Выбитый Фамас Окей Ну и этим довольны Остаются Ребята из Маузен XT Плюс АК-47 Соответственно Денег тратить Как минимум на один девайс Не понадобится Так что Ну все же вынесли Позитивные моменты С этого раунда Тренер Бейджи Видим Снабжает Своих подопечных Всей необходимой информацией Дает установки Ну и Есть скорее всего Анализ Оппонента Так что Попытаются Сейчас Забрать Первый оружейный Полноценный Есть снайперская винтовка У Торжи Все остальные тиммейты С автоматикой У Бейджи Пока что Без АВП Ну а у Завтра Занимали лонг Откинули молотов Стартовый в коробку Ну и уже там есть Ближняя позиция У Ксертиона Который действует Довольно активно Ну и его вроде как Ждет команда Бейджи Под флешечку Занимается коробка Ксертион Пока соло на лонге Играет в яме Дает информацию о том Что уже его Пытается загнать Также сейчас подключится Торжи с АВП Вот он Торжи Неудачный выстрел 3 хп остается Кстати он прострелил Прайм Тапса У которого 17 хп Ксертион Пистолетного Ну и получить еще Вот этот Всплеск эмоций Оппонентов Который однозначно Ударит по их морали Попытка поджима Базы Б Верхняя Тэшка Занимается игроком Мауз И это очень Скажем так Позитивный момент Для Маузов Шейн пушит дальше Занимают шорт Ребята из БХ Торжи Тут пошел поджим От Ксертиона Он погибает От Нигзи Торжи находит фраг А Нигзи уже Это был фраг в ответ Ну и Торжи Все еще на машине живет Там также есть позиция На Гусе Торжи На Ланге Отличный выстрел Ну и тут уже включается Неплохо от него И в целом оборона Команды Маузы NXT устояла в этом раунде Глэйв остается Последний Один против четверых Шансов не так много Как мы видим На таймере Времени тоже Совсем нет Отличный прием Аплента Три минуса Торжи Два от Жейна Это было Красиво А главное уверенно Хотя начиналось все Далеко не самым лучшим образом Снайпер остался красный Вот этот блайндшот Ну как блайндшот Это был слепой выстрел В дым Получив какую-то флешку Не знаю полностью Она ослепила Торжи или нет Точнее Да Торжи Но тем не менее Своего оппонента В дыме он находит 3-2 Но вот поджим От Ксертиона Знаешь неоднозначный Сомнительный, да Когда у тебя есть информация О поджатой базе Б О том, что в Тэшке Нет никого Поджимать длину Это Это смело И опрометчиво Оказалось в конечном итоге Быстрый выход у нас На базу Б Шейн внутри плента Смог под себя Не успевает Его здесь выключает Из этого раунда Нигзи Сью делает Минус на размене И команда Бейджи Заходит на базу Б Дальше врывается Сью Неплохо Закрыта сейчас команда Бейджи Внутри Б плента Есть информация Для них о том, что Через Тэшку Уже заходит оппонент Сью Неплохо работает Делает минус Дальше рефраг от Аквы За Иксом Есть игрок команды Бейджи Пошел врыв Моментальный А Аква Это единственный Нет, все-таки Нигзи здесь остается Один против двоих И погибает Торже делает минус Ну, застабилизировались Можно так сказать Берут Третий раунд Для себя и сравнивают счет Отмечаем Врыв от Сьюхи Действительно Это было Красиво Качественно И максимально Своевременно Поджим Тэшки Забрал первого Выход на базу Б Забрал второго Ну а дальше тиммейтов Уже оставил В численном преимуществе Те справились С остатками Этого выбивания Как же Приятно Вот сейчас смотреть На Ну понятно Похвалю Виплей Себя На уровень продакшена В целом Но как же приятно Наблюдать Лан Да, видеть Игроков Видеть эмоции И видеть Лан игру Да, это Мы без зрителей Но это тоже вопрос Временный Я надеюсь Экономически От команды B&G Бомба лежит Довольно глубоко Ребята растянулись По карте Здесь стартовая агрессия По гранатам Уже просматривают С командой Гамм раскрутиться Не дадут Три минуса Торжи Последний Без Мауз Торжи Уже славили эту волну Но нет Мауз Забирает Четвертый раунд подряд И Ну Гарантирует себе Статус фаворита Ну и пока Мауза мы видим Торжи Прежде всего У Маузов Попадает А это очень важно Для снайпера А с юхи А с юхи Тринадцать Тринадцать фрагов Один ассист Три смерти Да Шейн пока на нуле сидит Это если говорить о статистике Бейджет игрывает пока медленно Бомба перед лонгом Один есть под б Игрок также Находится На центре карты И возможно сейчас будет Выход смок на лонг А там Сертион Который пока На этой позиции соло Если он провалится Могут быть проблемы У Маузова Так и есть Да В полу позиции Подловили к Сертиона В итоге Энтри фраг без размена Да и особого дэмэджа Ребята из Биайджи Не получили Вот кстати Старшая команда Биайджи Частенько играет на длине И мы это прекрасно знаем Их проходы На этой позиции Раз на разом Да Они любители Ну вот Заметь Младшие играют немного по другой Схеме Системе То есть есть все таки Разница В тренировках И не накладывают Проверенные моменты На академию Тор же Задетектил оппонента На лонге Есть информация Есть вроде как понимание У Маузов Что это проход через длину Шейн Есть информация по нему Падают опорники Не самым лучшим образом Они сыграли 2 в 4 2 в 3 уже ситуация 1 в 3 остается Тор же Последний Против троих И ему здесь не дадут Сохранить Это Глейфт Который выходит на позиции Люркера через мид И делает Важный минус А вот теперь Надо посмотреть на экономику Команды Мауз Там по моему Денег не Будет И это Небольшое Такое Стрессовое состояние Для денег Мауз Мауз NXT Сейчас мы посмотрим Возможно даже Тактическая пауза Активно Лапекс Общается с тиммейтами Да все таки это бай Довольно неплохой На самом-то деле По гранатам Все не так хорошо Как хотелось бы Но тем не менее АВП тоже Это важно Ну два фармгана Не будем забывать Попытка играть агрессивно Под лазой Б Врыв от JDC И Жейна Жейна забрали JDC все таки размен Оформил При этом Красный остается Аква Но по-прежнему Большинство за Би и Джио монокадами Нигзи А вот это было Максимально важно Прострелом в дым Находят Сертиона Подловили Торжи Ну просто посыпались Мауза Кстати обратите внимание Возле Камеры игроков Мы Можем наблюдать За пульсом Это тоже такой Интересный элемент Который безусловно Украшает игру Сью Будет выход на него Он один в четыре Сможет ли здесь стать героем Первого забрал Дальше Нет все таки на размене Нигзи действует четко И команда Би и Джи Теперь точно Загоняет своих оппонентов В экономическую Яму Небольшую Как минимум на один раунд Но тем не менее Это Добавляет Уверенности Немецкой организации Ну и состав К слову тоже немецкий В смысле Ребята И представители Германии А вот Умауз NXT Это Европейский Состав у нас там Венгер Португалец Поляк Так Сейчас вспомним Эксертион Представитель Израиля Именно так И И И кто еще Подожди Кого-то я забыл Жейн 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 поляк А по-моему там два поляка Не ошибаюсь Жейн из Хьюхи по-моему Это поляки Тор же Венгер Венгер Ну да все правильно GDC немец И А я сказал португалец Это я вообще Я спутал С Регали С Регали румын С КСТ КСТ Португалец Так Ну что Заслуженный Абсолютно экономический раунд Для Маузен XT Предыдущие Ну пытались действовать Первым номером Но к этому были Готовы ребята Из БИГ Попытка от GDC Поджать нижнюю тэшку Отличный хэдшот Акву забрал Ну и заметь Не стал подбирать Выбитое оружие Понимая риски Которые могли быть связаны С этой попыткой Ну и банально уходит Так Тут поджим интересное Торже С точки зрения Позиционного преимущества Все безусловно Неплохо для Маузов Но нет понимания Того где находится оппонент Посмотри стяжка с базы Б происходит Именно туда двигаются Ребята из БИГ Ну тут наверное Учитывая то что нет арморов Маузам нужно просто играть Максимально на таймер И пытаться просто жить Хотя сделать это будет тяжело Нигзи выходит Не дочекал машину Но информации по машине Пока нет Но все таки Прайм Тапс тут проверил Все четко 2 в 4 ситуация Уже в конечном итоге АК-47 получает На свои руки Торже И конечно было бы неплохо Уйти на сейв Он файтится дальше Делает минус Но опять же Есть рефраг от Прайм Тапса Последник Сортион Здесь пока не соло нахлебавший Было бы неплохо конечно Пойти на В район Тэшки И найти там Девайс Ну не дадут уже подобрать С большой вероятностью Он находится под пристальным наблюдением Игроков Биайджи Ну и отмечаем Кстати, кстати, кстати Не самое лучшее начало Для товарища Жейна То есть Позади уже 10 сыгранных раундов Вот сейчас заканчивается десятый Жейн-то уже отыграл Фрагов по-прежнему так и не находит И вот здесь на лане собраться Будет еще сложнее С каждым последующим своим Неудачным действием Давление будет Только увеличиваться 6-4 Пока что Биайджи уходят в отрыв Оружейный раунд От Мауза NXT уже в этом Но будут играть без снайперской винтовки Денег нет Денег нет И такую роскошь Позволить себе не могут Тут важная информация А ну-ка Поступила Что В перерыве между картами Будут дропы На твиче Механика Простейшая Пишешь команду в чатике Участвуешь в розыгрыше Ой-ой-ой Так что Приколясы обеспечены Активным юзером Конечно же В чате Стартовый смок у нас Пошел уже на лонг Выход довольно ранний От Биайджи Академии Тут в смоке Потерялись Абсолютно все И Каким-то образом Прайм Тапс просто Слепым забирает Двух оппонентов Тор же под смоком Играет на лонге Но опять же Я думаю, что это вопрос времени Его здесь обязаны Проверять ребята из Биайджи Есть попадание Есть информация И команда Мауза NXT Проваливается В этом Раунде При занятии длины Ну и тут же Инстав Быстрый проход GDC заливает Неплохо Делает два минуса в ответ Сохраняется У команды Мауза NXT Хотя Ситуация 2 в 3 Но тем не менее Мы видим, что есть проблема небольшая со здоровьем у Нигзи 19 хеллспоинтов у него Ну и Тем временем Прайм Тапс заходит на базу А И устанавливает Взрыв пакет Так Ну вот Вроде бы какой-то врыв Планировали Но потом наверное осознали Что флешки нет И выйти из этого смока С каждой секунды Становится все сложнее и сложнее Через подсадочку Прайм Тапс все это дело контролирует Хороший минус Забрал GDC Ну и теперь Жейн Со статистикой 0.27 Вынужден действовать Ситуация Один против троих Первого находит Вапекс погибает Информация по снайперской винтовке есть Понимает, что где-то в районе Ямы Находится вражеский снайпер Прайм Тапса Надо забирать Да Второй минус для Жейна Но времени на Взятие этого раунда Банально не остается Седьмой Забирает Но как же подрались Маузы NXT В ситуации 2 в 5 Да Да Это действительно Найстрай И после такого Безусловно Большого провала На лонге Оставшиеся Ребята Еще неплохо Так Поднапрягли Своих оппонентов Ну и как минимум Испортили экономику Если уже говорить О какой-то инвестиции В будущее Ну как видишь Не все так просто Для Маузы NXT Мы то ожидали На выборе Команды Маузов Более уверенной Игры В первой половине Но пока что Не все так однозначно И я бы сказал Что вот глядя На все Происходящее У нас выступают Абсолютно равные коллективы Да Ну ты знаешь Вот перед Ланом Да Перед тем как Команды приехали к нам И вот как они готовились У меня было такое ощущение Что Лан он уравняет шансы Довольно серьезно Ну уравняет в каком смысле Знаешь Дома это дома Дома Каждый в своих комфортных условиях В которых он Находится уже там Несколько лет Да В которых он Тренируется Показывает лучшие свои кондиции А вот Лан Это уже немножко другая история Тут и стол по высоте Может быть Не очень удобным Хотя В этом плане тоже Мы создаем максимально комфортные условия Для игроков Да То есть монитор где-то Не такая зернистость Либо контрастность Да Там ты Привык к одному К одному монитору дома Сейчас у тебя немножко другой монитор То есть это все безусловно Где-то какие-то мелочи влияют Понятно что Вопрос еще в том Как ты адаптируешься То есть кто-то Может сильно там Зафониться этим вопросом Там ой я не могу Там моник не такой Все там я не попадаю Как Жейн например Да сейчас не может нащупать свою игру Вот И в этом плане Опять же Лан Да Действительно он уравнивает Немножечко шансы Ну и пока мы видим что Биэйджи лидирует на этом дасте Показывает довольно неплохую игру Ну а у нас судя по всему техническая пауза Небольшая И техники уже занимаются тем чтобы Как можно быстрее пофиксить И вернуться в игру Нам всем Так Друзья Я хочу вам напомнить о том что Я думаю может быть кто-то не в курсе Но Хочу поделиться с вами Такой новостью О том что наш Замечательный аналитик Дмитрий Богданов Он же Хуч Вчера Выиграл турнир Ой-ой-ой Выиграл В финале Обыграл команду Энси Энси Помните была такая финская Сейчас они европейские Ребята У них там полностью состав европейский Так вот Митя выиграл Турнир со своей командой И заработал 25 тысяч долларов Это говорит о том что у нас Самая топовая аналитика И будем Ну я уже жду врыва от Миши Кейна просто Комбэка Ну я слышал о том что он Тренером просто Тренирует Молодежь Но надо уже как-то так Подтягиваться к своему коллеге И показывать тоже лучшие кондиции И пора как-то Комбэкать в большой киберспорт И показывать свой уровень А вот Я ни капельки не сомневаюсь в том что он может Да Миша способен В общем-то давайте сердечко все в чат И таким образом мы Выразим Респект и уважуху Сначала дядя Митя Ну и тем самым поддержим Мишу Да В его возможных начинаниях Да И призовем его Комбэкнуть в топ-тир Контер-страйк Ну и Митя конечно красавчик Вчера он Показал Свои лучшие кондиции Не просто так ест свой хлеб Это Мальта если я не ошибаюсь Да что-то такое Что-то такое Не важно Важно то что победил И это был финал И 25 тысяч долларов за первое место У нас я напомню Призовой фонд Общий 88 тысяч долларов на 4 команды Довольно неплохо Учитывая то что ты представитель академии Неважно какой Мы еще пока не знаем кто победит Это факт Все впереди Турнир только Турнир уже идет Скажем это сейчас его завершающая финальная стадия Но по такой игре конечно Учитывая то что мы у за были фаворитами Так орешков насыпал Так а что это получается дядь Митя вчера выиграл 25 А молодые могут забрать сколько Ну сколько у нас Сколько у нас за первое Призовой 88 Нет за первое сколько За первое надо смотреть Надо смотреть Сейчас мы узнаем все Алексей Так 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 Миссия Миссия Узнать сколько денег за первое место Так Давай смотрим Overview Ну и мне кажется что где-то 30 А нет 45 45 тысяч долларов Академии Да забрали Второе получает 20 Третье 15 Четвертое 8 тысяч долларов Действительно Мотивация для молодых и перспективных игроков Топовых коллективов А именно их академий Это Ну просто то что заставит их стать сильнее Смотрим что в этом раунде Мауз решили Немного форсировать события Одна иммочка у Жейна Есть Скаут у Торжи Дигвы у тиммейтов 5-7 только у Сьюхи Ну вот Узнаем мы как Мауз и NXT на ланах Точнее в онлайне Демонстрировали нам неоднократно Умение цепляться за подобные раунды Так Под флешечку ранняя агрессия От команды B.I.G.M. Видим Лапекс уже просматривает мид Тут есть поддержка Аква Делает минус По оппоненту который врывался с шарта Торжи находит фраг по Лапексу Торжи со скаутом довольно Ну учитывая то что это снайпер Довольно неплохо отыгрывает в целом Ну и здесь есть рефраг Праймтапс просматривает коробку Команда B.I.G. смещается на Зиг Я так понимаю что Мауза Все это прекрасно слышит И там уже пошел поджим от Шейна Может быть очень хороший тайминг Но Праймтапс был готов к этому врыву И понимают сейчас B.I.G. что они читаются Вроде как 45 секунд до конца Есть еще опция стянуться под базу B Ну и тем временем мы видим что Ксертион поджимает длину Так там раскидочка аплунта Выход на абсолютно пустую позицию базы A Здесь сопротивления не встречают С большой вероятностью поставят бомбу Значит старается все это дело удержать Ксертион Подобрал оружие своего тиммейта Постарался найти минус Зигзагин Но Праймтапс показывает Невероятную концентрацию И в очередной раз останавливает вражеского игрока Так ну засейвить тут особо пока нечего Ну М-ка в глубине на Зигзаге А ее забрали? Ну да туда отправился как раз таки к Сертиону Ну теперь забрать ее миссия невыполнима Хотя JDC два минуса с Дигва Вот тебе и два девайса Ну нормально да Но тут Dave не даст сохранить Делает рефраг Ну такой довольно внушительный удар по экономике Ну концовка первой половины С большой вероятностью это особо не скажется на Бегах, ты видел? Аква Ну Аква заряжает Себя, тиммейтов Слушай, ну... У меня даже такой вот только что Ностальгический триггер сработал Флэшбэк Увидел молодого Малецкого Слушай, я кричал в сторону соперников Еще до того, как это стало мейнстримом Ну скажу тебе так Не ты один Ну один из первых Давай так Ого, 150 BPM Ну это... Спринтер Спринтер во время забега Тут у Аквы 144 тоже При том, смотри, в начале Да, он выходил в коробочку У него было 140 А сейчас падает Ну тоже соточка Ну это пешеход Это пешеход Он в тонусе Он просто спокойно передвигается Здесь уже вот в темпе Парень передвигается Но не справляется с давлением Сертион Врыв Под Акву Ну и спокойно забирает оппонента GDC Джейн Хороший Главное, важный минус Должны справляться без особых проблем Грамотно организован Перекрестный огонь При этом хорошо стреляют парни Ну и забирают пятый раунд В первой половине Восемь пять Восемь пять Восемь пять Два раунда до конца первой половины И знаешь, мы можем получить тот самый Комфортный И самый скользкий счет Для двух коллективов Да, все может быть Все может быть Ну даст такая карта Да, в принципе Первая сторона Довольно часто играется С равным счетом Конечно, не без исключений Но тем не менее Давайте смотреть за экономикой Команды B&G Там очень быстрый Выход на Зиг И погибает уже Прайм тап Торжи Делает энтри фраг И численное преимущество Здесь для Команды Маузы NXT Погибает также у нас Глейфт Это было под базой B Торжи с АВП Просматривает Зиг Контролируется ситуация Маузами в этом раунде Под флешечку сейчас Возможно будет выход на Сью Шейн Также с АВП Чекает мид Байтит Немножечко Ну и Сью здесь Четко отыгрывает Ну как-то дешево купился на этот байт Выстрел с АВП Думает такой Ага, сейчас я тебя подлавлю GDC Спокойно сбирает выходящего в Апекса на базу B Бомба упала Аква последний Диггл в руках Сейвить особо нечего И денег Что самое главное У B&G на последний раунд не остается Сьюхе ставят точку 86 Ну вот тебе и Ну, кстати, вот помнишь, я говорил, что Возможно на экономике это особо и не скажется Так как не так уже много раундов остается до конца первой половины Сказалось На последний у B&G денег нет Это прискорбно довольно На самом деле То есть, вроде так, неплохо они шли Ну, знаешь, как для дебютного матча на арене Мне кажется, половинка проходит очень даже интересно Сложно кого-то выделить Оба коллектива хороши Оба коллектива неоднократно переворачивали ситуацию, будучи позади Ну и вот он, наверное, очередной переворот в Апекс Под флешки тиммейтов Хорошо Продавил к Сертиону на длине Ну и раздобыл численное преимущество Ну, кстати, не чекали Сью на машине Занимает лонг ребята из B&G Будет флешечка И будет выпад на длину В итоге неплохо GDC делает два минуса Сью также взрывает своего оппонента Тут же GDC дальше наваливает И, в общем-то, останавливает этот выход Четко здесь сыграли ребята из Маус Ретейкнули лонг И остается Глейфт один против троих Шансов не так много Тут два АВП Есть информация по Шейну Опять же, что Глейфт будет с этой инфой делать? Понимает он, что АВИК на миде Ну и, видимо, два остальных оппонента на лонге Так как там была потеряна бомба 50 секунд до конца Глейфт через коробку Тут его уже ждет тот же, который не мажет 8-7 Боевая половина Такой хороший, интересный, открытый Counter-Strike Не так много клатчей, как хотелось бы Да, вот каких-то таких острых моментов Но, в целом, игра смотрелась бодро и весело Да, Лех, сложно поспорить С учетом того, что это выбор Mousen XT Кстати, странный, как по мне, выбор Достаточно странный Я ожидал увидеть, например, тот же Mirage На котором они чувствуют себя максимально комфортно Но все же это был DAS 2 И в этом моменте Кто-кто, Муза Меня немного удивили Давайте посмотрим Повторы самых сочных моментов первой половины Ну и, да Я не знаю Еще раз ими насладимся, что ли Наверное, рано еще говорить про вторую карту Но все же Карта Ancient И... Это карта, которую, если я не ошибаюсь Mousen XT в рамках vplay Academy League онлайн-части не играли Команда BG Women Academy сыграла эту карту всего-навсего раз И сыграла против Astralis Talent Ну, одержала достаточно уверенную победу Со счетом 16-3 разгромили датчан Ну и, наверное, вот вдохновившись Эншентом Решили выбрать Уже в первой серии Best of 3 В рамках vplay Academy League One Finals Эту карту как свою Но она будет следующей И вот как раз таки Вопросов появляется все больше Что же подготовили такого BG, что готовы ее сыграть против Mousen XT? Ну, времени было достаточно Может быть, что-то пересмотрели какие-то свои сетапы Где-то, может быть, что-то наиграли новенькое Одна T-spawn links Он видит, что я allein на фейл О, мой Бог Уже не функционирует Тимс пик BG Не пик, не пик, не пик Пик, смок Пик, близко, не смок Убери 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как же это произошло? PrimeTab сыграл просто великолепно. Он прочитал действия оппонента, он подготовился идеально. Он зашел в смок, он пропустил всю команду Maus NXT, он вышел в спину, но он не попал. Он не попал в раз, он не попал в два, он не попал в всю обойму. Когда ты переиграл оппонента, просто сыграл как боженька, все сделал идеально, исключительно, а потом просто не убил. Знаешь, в этом моменте я бы с удовольствием посмотрел на количество ударов. Что происходило вот там с сердечком после третьего промаха? Ох, какой момент! 8-8, Maus NXT забирает второй пистолетный раунд на карте Dust2, но не будем забывать, после победы в первом они проиграли форсу соперника. В этом раунде точно так же действует B.I.G. Они могут забрать сейчас форсбай, нужно отыграть максимально дисциплинированно и осторожно. А Шейна здесь, наверное, не ждет Ляпекс. А теперь ждет, и тут ему в этот момент Глейф со скаута лепит через всю карту, можно так сказать. С Мидас со стороны Грибов на суициде делается минус. Сью же опять в два ситуация, при том у Торжи также проблемы с хелс-поинтами. 33 у него прямо сейчас, и Сью может, конечно, выступить героем в этом раунде, но это будет архи-сложно. И что делать? Сейвить. Сейвить в яме. Ну, наверное, да. Торжи попытается со скаутом распикать базу А. Сью через лонг. Смок. Так, флешка. Пытается пройти. Сью накидывает флешку. Ну, 38-33. В спине Лапекс спокойно забирает обоих игроков команды Маузен XT. Торжи с Юхи. 5 в 0. 5 в 0. И мы слышим, как B.I.G. постепенно начинают морально давить команду Маузен XT. Вот такого, знаешь, вот такое ощущение, как будто это было, да? Потом в моменте это пропало, и кто это вернул? Это возвращает Академии. Академия возвращает эту вот огонь на лане. Огонь, эмоции и кайф. Мне в этом плане уже интересно посмотреть следующий матчап. То есть как там будет с точки зрения эмоций происходить. Ну, про шведов. От шведов, наверное, я такого не жду. Они более хладнокровные, более такие, не такие эмоциональные. И тут вот будет интересно. Это уже, собственно, следующая Best of 3. Команда NIP будет противостоять коллективу. Забыл? Забыл. Фнать. Да, конечно. Лапекс тем временем вместе с Никси безупречно останавливает выход команды Маузен XT на длину. Ну, Фнатик европейский состав, к слову. Как раз-таки там эмоций может быть достаточно. Шейн делает минус по Никси. Тут Тор же рефраг от него. А, кстати, ответочка-то. Ситуация 3 в 5. Уже 3 в 3. При этом заняты позиции на планте. Осталось донести бомбу. Тор же этим занимается. Вот надо пробросить Тор же. Бро, не прыгай. Ну, вот почему не перебросить? Бомбу? Да. У тебя тиммейт остается жив. Ты при этом не теряешь здоровье. В спину уже заходит здесь Глейв. Делает минус по Шейну. Остается Тор же 1 в 2. Но этот парень, кстати, может. Такой довольно крепкий стрелок. Играет внутри планета. Слышит одного, который поднимается через КТ. Понимает, что сейчас уже... Ну, тут немножко был загнат в угол. Там просто эмоции зашкаливают у команды БАГ. 10-8. 10-8. Но, опять же, тут, конечно, не стоит обольщаться болельщикам БАГ и Омэн Академи. Да, преимущества есть. Да, берутся важные раунды. Но команда Мауза и Некстина Дасти все еще не сказала своего последнего слова. Это факт. Сейчас будет экономически, вероятно. Бомбу поставили, но там, по-моему... Ну, могут рискнуть. Но это, наверное, в случае, когда ты убиваешь четверых оппонентов. И понимаешь, что там БАЙ однозначно будет хуже. Итак, 10-8. Немного все-таки Мауза в этом раунде потратились. Докупили пистолеты. Три по 250. Два дегуа по гранатам. Один дым у Сьюхи. Короче, вот если говорить про атаку Мауза в Некстине, то вот она, знаешь, выглядит недоработанной. То есть есть простые решения. Вот после выигранного пистолетного занятия длины. И как тебе в спину проходит игрок? Да, это очень странно. Как тебе в спину? Это не доработали просто. То есть не было контроля карты. Не было контроля карты. Ситуация с бомбой на Апланте. Ладно, давайте смотреть. Тут проблемки у бегов на базе. В очередной раз же им забрал Акву. Поставили бомбу. Постараются подобрать выбитое оружие. Это плюс АУК. А вот этот девайс отдавать, наверное, нельзя было. Да, но а что ты сделаешь? У тебя один опорник. Теперь нужно перегруппироваться. Команде BAG будет выбивание через лонг плюс шорт. Здесь довольно серьезное укрепление от Маузов именно в шорте. Торже в опоре делает минус. Также Сертион забирает оппонента. Два в четыре. Я сейчас просто даже не представляю, что будут кричать Мауза уже в ответ. И им нужно кричать. Потому что с точки зрения морали этот раунд очень важный. Он по сути здесь ничего не было. Ну что было? Ну два дигла, две P250-х. Это все. Не было арморов, несколько флешек. И команда Мауза NXT берет раунд в ответ. Десять. Девять. Прямо сейчас. Леха, один дым. Один дым на всю команду. Этот дым позволил выйти на позицию оппонента, сделать минус, установить бомбу. Ну и потом все это дело удержать. Отмечаем к Сертиону. Два минуса с дигла на зигзаге при попытке выбивания команды B.I.G. Оманакадами. Это было эффектно. Но то, о чем ты говорил. Ответный клич. Ор. Вой. Я не знаю. Рейдж какой-то со стороны Маузов не последовал. То есть не пытаются отвечать той же монетам бега. Ну что у нас по закупу от команды B.I.G. Денег не так много. Ситуация нужно сгруппироваться команде Мауза, NXT, зайти на какой-то из плентов и завершить все это дело взятым раундом для себя в плюс. Шейн уже открывается на B. Говорит о том, что ребята здесь вроде как чисто. Получает плюху уже. Нигзи погибает от GDC. Ну и Акве нужно пойти поискать девайс, который был на руках у оппонента. Есть информация по Акве. Тот момент, когда Аква смотрит, как Аква играет. Да, неплохо выглядит. Ну это, если что, обратите внимание на камеру. Так, ну что, Аква. Попытка выхода с длины. GDC все это дело законтролил. Осталось только добрать последнего из B.I.G. Аква. Попытка прорваться на терровский спот. С этой миссией справляется. Окей. Неужели будет пытаться сохранять фармган? По-хорошему его надо как-то реализовывать. Но позиция далеко не самая лучшая. Ну, закрываю со всех сторон. Под флешечку. Нет. Дождался все-таки GDC врыва Атаквы и спокойно его забирает. 10-10. Маузен XT. Сравнивают счет на карте Dust2 и уже в этом раунде постараются выйти вперед. Очередная проверка для B.I.G. У Манакадами. Вот тоже есть спаун на лонг. Я так понимаю, сейчас будут его выпускать. Ну и Organization GG, друзья. Это платформа, на которой вы можете поиграть со своими любимыми стримерами. Леха среди них. Так что... Так-так-так. Если есть желание проверить Малецкого на прочность, обязательно заходите. Бросайте вызов. Но там не только Леха. Там еще куча всяких интересных стримеров, игроков, бывших. Короче, движуха там нормальная. Фан обеспечен. Выход на лонг на раннем тайминге. Минута 30 до конца. И мы уже видим, что Мауза здесь беспрепятственно выходит на длину. Возможно, даже будет раскидка и прямолинейный заход на базу А. Ну и АВП от Лапекса сейчас находится на центре карты. Пока он здесь не сможет помочь своим тиммейтам. Ну и это просто линейный проход на Аплент. Нигзи внутри планета. Так, справится ли Нигзи? Тут должны его продавить. Так, Серпион его забирает. Нужной поддержки атакы он так и не дождался. GDC оформляет второй минус на зигзаге. Ситуация 5 в 3. Аплент занят командой Мауз. Бомба установлена. Но оставшиеся из БИГ уходят на сейв оружия. Есть что сейвить? АУК. АВП. Аемочка у Прайм Табса. Ну вот позиционка, конечно, меня смущает. Три игрока зажатых на базе Б. Если Мауз пойдут на активное выбивание этого оружия, то бегам не сдобровать. Ну видишь, там еще есть два смока на удержание. Мы вот так вот решили БИГ не файтиться за лонг в этом раунде. И не угадали. Тогда как Мауза, выйдя беспрепятственно на 50 длины, сделали линейный выход. Два смока. Ну опять же, тут в принципе, да, то есть если ты выходишь на лонг и не встречаешь сопротивления, то по большому счету тебе не стоит искать какое-то сложное решение. Тем более, учитывая динамику игры, да, те раунды, которые были до этого, те раунды, которые в целом проходят у нас на протяжении всей игры, если брать во внимание не только игру в целом Маузов, а и БИГ, то такой вот прямолинейный проход на лонг, он вполне себе... Имеет право на жизнь. Да, да. И вот видишь, и это было довольно легко. Опять выход на лонг, но уже с гранатами. Пытаются здесь БИГ файтиться, но как же это было неудачно. Просто без шансов падает. Два опорника, которые отвечают за базу А, и в этом раунде решили БИГ занимать лонг, но, как мы видим, результат идентичный. Причем какое-то, ну знаешь, мегаинтересное решение. В момент занятия длины попытаться оформить ретейк. Причем по таймингам как-то это не очень однозначно смотрелось. Два в пять. Два в пять. Лапекс и Глэйвуд постараются ситуацию исправить. Лапекс промах с ВП. Со второй попытки. Ой-ой-ой, там Глэйвуда забрали. Есть информация по последнему. Лапекс один против пятерых. Выключает тот же выходящего зигзага. Ну и как же будут действовать Моуза? Закрыли в контрольском спауне снайпера команды БИГ. Хороший выход от Лапекса. Жейна забрал. Даже, по-моему, не подозревает о том, что бомба на Бео. Ну да, скорее всего, такого понимания у него нет. Задача однозначно сохранить снайперскую винтовку. Задача не из простых. Видимо, агрессивно пытаются играть ребята из Моуз. Сьюхи. Вот знаешь, такое ощущение, что он даже здесь не понял, что бомба стоит на Бео. Возможно, там даже не было слышно. Не исключено. Суть не в этом. Суть в том, что сейчас игра уже смотрится как сноубол со стороны команды Моуза. То есть раунд за раундом они берут довольно уверенно. И БИГ потихоньку-потихоньку уже скатываются куда-то в яму. Я не знаю. Но сейчас эко. Вероятно. Возможно, это тот самый момент стабилизации. Когда более опытная команда, оказавшись в не самых привычных и, возможно, комфортных для себя условиях. Я говорю, что дома всегда комфортнее, чем на выездных ланах. Она должна была пройти процесс адаптации. И вот он наконец-то заканчивается. Жейн. Как же стреляет Жейн. Напоминаю, этот парень начинал максимально провально первую половину. Сейчас, возможно, оформит Эйс. Первый Эйс на нашем лан-финале. И уже с Глоком гонится за Никси и кричит «Дайте Эйс, пацаны!» Да, это Эйс. Поздравляем молодого бомбардира команды Мауза NXT, который действительно, как отметил Юра, начинал этот матч не самым лучшим образом. Там, по-моему, 10 раундов без фрагов сидел Жейн. На 11-й как раз-таки сделал парочку минусов. Но сам факт и подтверждение наших слов, то, что на ланах действительно собираться немного сложнее. И вот, наверное, Жейн первый такой яркий представитель, у которого не все получалось с самого начала. Тем не менее, находится без силы. Выговорит команду, что в какой-то момент справлялась с четвером, без его активного участия. И вознаграждает ее вот подобными моментами. 13-й. 13-й раунд для Мауза NXT. Три до победы остается. Ну, с учетом того, что через раунд будет экономический, то задача не самая сложная. Тут уже надо что-то делать бега. В первую очередь должен включаться тренер. Я думаю, он четко видит и понимает все происходящее, что идет не так, что надо менять, что надо исправлять, для того, чтобы все-таки составить конкуренцию Маузам на втором д-дайсе. Видишь, при этом пауза от Бейджи почему-то не последовала. Ранее занятие довольно быстрое от Сью. Выход на мид, беспрепятственный, абсолютно спокойный. Там начинает уже Бейджи активно колить о том, что вышел такой оппонент на мид. И здесь интересно. Два опорника на Б-планте. Что будут делать Мауза после этого? Энтри. И бомба на Т-шке находится. Позиция в миде от Сью. Лапекс колет о том, что есть минус в Т-шечке. Откидывает смачок. И это все-таки отложит выход на Б-планте от команды Мауза NXT. Минута до конца. Там в центре по-прежнему сидит игрок. Да. И по нему есть информация. Сейчас постараются его обезоружить ребята из Бейджи. Это должно быть парное какое-то выбивание. Врыв под флэшку. Лапекс прочекал мид, но опять же слева... Информация чиста, да. И этот игрок станет, скорее всего, ключевым в этом раунде для Мауза NXT. Сьюхи забрал Лапекса. Но Прайм Тапс тут же разменивает тиммейта. Очень сложно было здесь жить. И даже если бы он сделал минус, это было бы, наверное, довольно солидное достижение в этой ситуации. 14-10 просматривается уже прямо сейчас. Ребята из команды Бейджи идут на сейф. Это Глейфт и Нигзи. Есть что сохранять. Конечно же, это АВП и Эмка. Да, Мауза берут очередной раунд. А есть возможность, пожалуйста, показать или посмотреть на прогрессию по раундам? Там, по-моему, я уже даже не знаю, сколько подряд. 4 или 5 раундов подряд берет Мауза NXT. Пятый раунд подряд забирают Мауза. Причем, заметьте, вот есть какая-то градация, и не каким-то одним нашифрованным раундом забирают Мауза. Они действительно имеют хороший арсенал подготовленных раундов. И главное, очень своевременно их используют. Потому что этот выход на центр, он был максимально, ну, я не знаю, он подготовлен. Там дважды подряд занимали длину и понимали, что в этом раунде беги однозначно бросят весь фокус именно на эту позицию. И центр прорвался в тот же момент. Да, да, да. Ты же видел, там он довольно легко и беспрепятственно вышел. То есть они создали напряжение. Все правильно. Все вполне логично. Слушай, ну вот показывают нам последние несколько раундов Маузов. Да, мы видим, как активно колет тренер их. Да, между раундами постоянно говорит. Это, кстати, хорошо. Я считаю, что среди Академии, в играх Академии, старший товарищ, да, более опытный, должен говорить, много говорить. Потому что, ну, когда, как не сейчас, да. То есть, опять же, ты приехал на LAN, нужно показывать лучшие свои кондиции. Не идет игра у B.I.G. Не клеится, откровенно говоря. И вот уже мы видим тактическая пауза. А, техническая. Как раз-таки нам сейчас титр сверху подсказывает об этом. Но хочется посмотреть активный вообще какой-то спич от тренера B.I.G. Может быть, он и говорит, просто мы не в кадре, да, не видим его. Так, дядя, убери водичку с кадра, нельзя. Ты что? Да нет, я сейчас попью, уберу. Так, ладно, только потом не забудь, там мусорник есть для пластика отдельный, не забудь. Он говорит, да, да, я помню, я дома тоже так делаю. Сортирую, да? Я тоже отбиваю, я такой, я тоже сортирую, такой, давай кулачок. Сортировальщики. Слушай, ну, ты сортируешь, честно, признайся? Честно? Нет? Нет. Понятно. Ну, ты еще молодой просто. Ну, я, смотри, у меня есть возможность, я сортирую. Пластик, стекло, ну, а остальное понятно. Пока то, что есть, довольствие за тем, что есть. Некуда даже мне сортировать. У меня дома, ну, нет такой возможности. Не конкретно дома, а Жек не предоставил нам условий для того, чтобы сортировать. В смысле, Жека, а у тебя не у СББ? Нет. Нет? А, понятно, тогда ясно. У нас собирают раз в неделю, в лучшем случае. Не, ну, я понял. То есть это надо, ну, короче. Короче, сортировать это круто, ребята. Если есть возможность сортировать, сортируйте. Сортируйте мусор. GDC одобряет. Да. Говорит, братик, ты такой красавчик, сортируешь мусор. Я такой, да иди, я обниму тебя. Так, техническая пауза, судя по всему, закончилась, да? И мы возобновляем игру. Напомню, друзья, что это первая карта. Это выбор команды B.I.G., на которой они, к сожалению, для себя пока проигрывают. Дальше будет карта Ancient. Стоп, стоп, стоп. Стоп, я что-то все перепутал, да? Это я все перепутал. Это ты перепутал? Это у нас на базу B. Как начали теряться беги. То есть вот на моральных, на каких-то индивидуальных действиях они, ну, зажигали и держались на плаву, но в моменте... Силенки-то закончились, и с каждым последующим становилось все хуже и хуже. Пятнадцатый для Mousen XT. В живых остается только Aqua. Пытается сохранить эмочку на последний раунд. Ну, на, возможно, последний раунд. Карты Dust2, но действительно все к этому идет. У бегов в следующем особо много денег не будет. Да, друзья, и сразу же после карты у нас дропы на Twitch. Довольно простая механика, и нужно всего-навсего написать, команду в чате и принять участие в розыгрыше. Поэтому далеко не разбегайтесь. Сразу же активные юзеры будут обязательно вознаграждены. Пятнадцать, десять, и концовка этой карты для команды Mousen XT смотрится легко. Как, собственно, и только что красноречивым жестом показал это игрок с ником JDC. Пять мап-поинтов для Mousen XT и Ancient все ближе и ближе. Да, не за горами, и вот как раз-таки вопросы, которые у нас были по поводу этого выбора, я думаю, наши аналитики будут обсуждать. Мousen XT и их тим спит. Когда мы берем шорты, это когда мы делаем, когда мы делаем. Скаут-мид, он может еще бороться, но я пока не бороюсь. Они более низкие? Да, они более низкие. Они более низкие. Они более низкие. Я буду флешить его, да. Пить манилик на Вузе? Пить манилик нам. Пить манилик, и мы делаем астралис. Эта манилик я флешить. Он будет флешить. Он может реагрессировать здесь. Не lantern. Это флешить удастся. Он был уже близкий. Пить, пить! Пить, пить! Я буду авангар. Он будет пить цель на тему, он рядом. Я буду флешить 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 и у وسER-и. Я буду флешить. Все нормально. Я играю? Стрельцем CT. Все нормально. Стрельцем. 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 CT-как. Стрельцем. Стрельцем. Он еще раз. Стрельцем. Стрельцем. Поехали. Это было я на бирже, да? Да. Горьба. Горьба. Да! Да, жестко. Это было жестко. Это концовка от команды Maus NXT. Очень уверенное окончание действительно на карте DAZ2. Закрывали они своих оппонентов уже в атаке. И мы отправляемся на карту Ancient. Вот они.